Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Шмонин Алексей Андреевич, я врач физической реабилитационной медицины и сегодня наша встреча будет посвящена реабилитации пациентов с ампутацией конечности. Это вторая часть, первая часть была немного ранее, вы ее также можете посмотреть и мы будем сегодня продолжать то, что начали. Вернемся к вопросам, которые мы не смогли и не успели рассмотреть и я сразу предупрежу, что тема очень большая и я так немножко влекся и сделал акцент больше на нижней конечности, про верхнюю конечности я безусловно тоже буду говорить, вот, но акцент у нас будет на походке и восстановлении движения именно в нижней конечности. Итак, реабилитация после ампутации конечности. Напомню, что у нас есть несколько этапов и в прошлый раз мы рассмотрели этап ранней реабилитации, обсудили какие проблемы есть сразу же после ампутации, какая реабилитация там должна проводиться, а сегодня больше уделим внимание предпротезной реабилитации и обучению ходьбе с протезом и интеграции соответственно пациента в общество. В прошлый раз я совсем ничего не сказал про международную классификацию функционирования, а тем не менее, как раз на примере патологии пациентов с ампутацией конечности, это наиболее наглядно раскрывается. И как раз, когда мы говорим о восстановлении пациента, мы знаем точно, что нога не отрастет и нужно учиться жить в новых условиях. Либо жить с протезом и учиться приобретать навыки использования протеза в повседневной жизни, либо есть ситуации, где мы восстанавливаем пациента без протезирования. А это значит, что надо учить жить, даже если протезы нет, и справляться с теми задачами, которые в жизни возникают. То есть самовслуживание, бытовая жизнь, коммуникация, возможно возвращение на работу. И это все требует приобретения навыков, поэтому раздел активности участия здесь у нас выступает качи основного, потому что по функциям очень часто здесь изменений мы не получим. Поэтому основное, что дает реабилитация пациентов после ампутации, это новые навыки жизни в изменившихся условиях. Поэтому состав реабилитационной команды у нас здесь врач физической и операционной медицины, протезист, физический терапевт, клинический психолог, эрготерапевт и реабилитационная медицинская сестра. Врач физической и операционной медицины, координатор. Я хотел чуть подробнее остановиться на остальных специалистов, потому что с протезистом и врачом-фиром все понятно. Протезист моделирует, подбирает правильный протез и помогает его настроить. Собственно, реабилитационная команда уже проводит все оставшиеся аспекты реабилитации. И физический терапевт, да, он будет уделять много внимания физической составляющей, а вот большое значение будет иметь именно эрготерапевт в реабилитации. Если мы два направления разделим, то есть это пациенты с ампутацией верхней конечности и нижней конечности, то в основном, когда речь идет о нижней конечности, основную работу будут делать, конечно же, физические терапевты. А если верхние, то эрготерапевты. И так, такое вот разделение, оно вот во всем мире существует, и я думаю, что и нам тоже не следует отходить от этой практики. Поэтому эрготерапевт, он занимается и подготовкой пациента к протезированию и обучению уже использования протеза в повседневной жизни. Поэтому для того, чтобы успешно оказывать помощь в структуре пациентов с ампутацией конечности, нужна комплектная реабилитационная команда. В противном случае, если будет выпадать эрготерапевт, сложнее будет научить пациента использовать руку, работать с сенсорными нарушениями, и большой блок работы, он выпадает. Также большое значение будет иметь, конечно же, клинический психолог. 100% пациентов с ампутацией нуждаются в психологе, потому что, мы уже говорили, это большая травма для пациента, потерять часть тела, это сродни смерти родственнику, поэтому психолог здесь играет большое значение. Нужно научить, помочь пациенту справиться с этой проблемой. Реабилитационная медицинская сестра – это незаменимый помощник команды, который и физиотерапией занимается, выполняет большинство процедур, и, собственно, помогает в уходе, а пациенты сложные нуждаются в квалифицированном уходе, и многих-многих других аспектах, поэтому тоже на этом подробно останавливаться не будем. Я по ходу лекции буду обсуждать, какие есть навыки, и будем обсуждать, какой из специалистов этим занимается, потому что, если взять того же эрготерапевта, при восстановлении нижней конечности эрготерапевт нам тоже нужен, потому что мы выбираем то, куда будет пациент ходить, как он будет ходить, что он будет носить с собой, если он пользуется костылями, если он использует ходунки, то, соответственно, он должен уметь при этом нести сумку с собой, нести рюкзак и ходить в магазин. И это то, что нужно отработать еще на этапе госпитализации, пока пациент не выписался домой, потому что самому ему с этим справиться будет достаточно сложно. Лекция будет большая, и поэтому я какие-то аспекты буду говорить очень-очень быстро. И начнем мы с блока про боль. И первый вопрос, почему возникает боль при ампутации конечности, и здесь следует выделить разные формы болей и ощущений, которые бывают у пациентов с ампутацией конечности. Может быть постампетационная боль. Это боль в области раны. Чаще всего она носит именно ноцептивный характер. И, естественно, повреждение тканей, выполнение самой операции, заживление рубца, мышц. Это все будет вызывать болевые ощущения. Хорошо, если это происходит физиологически, даже в этом случае будет боль. Но если возникает воспаление, осложнение, если ампутация выполнена не на самом лучшем уровне, то есть есть какие-то погрешности, то, конечно, боль может быть более сильной. Кроме этого, остаточная боль в конечности или боль в культе, это боль и ощущение в области прилегающей к ампутированной части тела, может быть, дальше это ощущение фантомных конечностей. То есть это нормальное ощущение для большинства людей с ампутированными конечностями, но это не болезненное ощущение, то есть это не боль в чистом виде, которую пациент может охарактеризовать как неприятное. Часто это можно описать как ощущение легкого покалывания. Очень часто специалисты путают ощущение фантомных конечностей и фантомный болевой синдром. Здесь нужно четко провести, потому что ощущение фантомных конечностей есть практически у всех, лечить это не нужно, потому что значимо этот симптом на качество жизни не влияет и, собственно, может самостоятельно проходить на фоне проводимой реабилитации. А вот, собственно, фантомный болевой синдром, который может иметь в своем механизме как нейропатические, так и нотоцептивные механизмы, конечно же, являются весьма неприятным и требуют вмешательства. Обычно такой болевой синдром описывается как достаточно острый, схваткообразный, жгучий, по типу удара током, такие прыгающие боли, давящие, и может быть что-то по типу спазмов возникать. И этот механизм, он, если мы сравниваем с другими нарушениями, которые бывают у пациентов без ампутации, похож чем-то на комплексный регионарный болевой синдром. И по механизму он здесь похож. Но есть уникальный патогенетический фактор, это удаление конечности, потому что у любого человека в структуре его функционирования есть схема тела, и когда удаляется конечность, естественно, организм не может сразу же, мгновенно изменить свою схему тела, и это становится основой для развития вот такого фантомного болевого синдрома. Вот этот сам факт удаления конечности, нарушения схемы тела, он играет большое значение в патогенезе. Не зря же все-таки мы говорим о том, что фантомный болевой синдром может быть скорректирован с помощью зеркальной терапии. Это вот еще раз подчеркивает высокую значимость здесь сенсорного компонента, компонента схемы тела, и отсюда мы также должны учитывать, что мы используем концепцию управления боли для того, чтобы помочь пациентам с фантомным болевым синдромом. Важно не забывать, что боль может быть вызвана, кроме того, что было у компонента ранее, также и сопутствующей патологии. Это сосудистая боль, то есть это может быть что-то наподобие синдрома Лириша, которая возникает при физической нагрузке, она может быть как в неампутированной, так и в ампутированной конечности, и этот фактор может быть спутан с фантомным болевым синдромом. Может быть мышечная скелетная боль. Это боль, которая может быть связана как с другими травмами, которые получил пациент параллельно с ампутацией или в результате той причины, которая привела к ампутации. Но при всем при этом может быть мышечная скелетная боль по типу мышечно-тонического болевого синдрома, которая вызвана дисбалансом мышц, которое произошло после ампутации конечностей и нарушения схемы тела. При этом вмешивается еще один фактор, это все-таки нарушение паттерна походки на костылях и уж тем более с протезом. И это также самостоятельный подгенетический фактор тех же мышечно-скелетных проблем. И, конечно же, неправильно подобранная розетка для культи, соответственно, также может вызывать раздражение, повреждение и местную боль мышечно-скелетного характера. И могут быть невреномы, которые вызывают локальную боль, она носит нейропатический характер, можно проверять по механизму, как при симптоме тиннеля, то есть такое постукивание в зоне. Фантомные ощущения. Ощущения не коррелируют с болью, то есть это самостоятельный симптом, который существует независимо от фантомной боли, хотя они, то есть может быть и фантомные ощущения, и фантомный болевой синдром. И их можно разделить на три группы. Это кинетические, то есть это ощущения движения, кинестетические, ощущения размера, формы и положения конечности, и экстрацептивные, то есть могут быть ощущения прикосновения, давления, температуры, зуда и даже вибрации. То есть вот такое многообразие фантомных ощущений может быть у нашего пациента. Важно с пациентом это поговорить, пациенты этого пугаются. И принятие, что это физиологическое явление, поможет пациентам снять определенный уровень тревоги, и в том числе облегчить ей боли, которые параллельно существуют. Фантомный болевой синдром определяется как болезненное ощущение, которое человек испытывает в отношении конечности или органа, который физически не является частью тела, либо потому, что он был удален, либо вообще никогда не существовал. То есть вот такая история тоже может быть. Выделяет факторы риска фантомной боли. Это хроническая боль перед ампутацией, это послеоперационная хирургическая боль и психологический стресс. Вот что касается послеоперационной хирургической боли, то речь идет о плохом, например, обезболивании. Есть несколько клинических особенностей, которые важно знать для любого специалиста, и важно обсудить это с пациентом. Фантомные боли часто описываются как давящие, жгучие, покалывающие, по типу судорог, стреляющие, покалывающие, как иголками. Имеют тенденцию локализоваться в более дистальных отделах конечностей, например, в пальцах или рук или ног. Распространенность на ранних этапах сразу после ампутации 60-80%, то есть очень часто это встречается. Возникает независимо от возраста, пола, уровня и стороны ампутации. Одна треть пациентов испытывает максимальные симптомы сразу после операции, которые обычно проходят через 100 дней. 50% пациентов испытывают боль, которая медленно достигает пика и уменьшается в течение также 100 дней. И где-то 3-4% пациентов, у них боль может появляться более чем через один год после ампутации. И четверть пациентов испытывает более медленное нарастание до максимума боли. То есть вот все многообразие. То есть это часть сразу и потом сходит на нет. Часть возникает сначала, потом может быть нарастать. И есть те, у которых может это появляться даже через год. Поэтому тоже надо помнить и не удивляться, если такие симптомы возникают. Это все тот же болевой синдром, связанный с удалением конечностей. Также надо помнить, что боль при протезировании также вызывает беспокойство и может быть обусловлена плохим прилеганием гнезда протеза, отсутствие дистального контакта, недостаточный рельеф кости, слишком плотное или слишком свободное движение культи, вызывающее трение и формирование повреждения таких вот мозолей в виде пузырей. Ну или опять же что-то типа пролежь не может сформироваться. Неправильная центровка распределения давления в розетке при подборе протеза. Это неправильно надеты протезы, в том числе количеством носков, количеством прокладок, которые используются или бинты, которые накручиваются неаккуратно. И есть участки, где слишком перетягивается или много слоев, что создает дополнительное давление, которое при длительном вхождении будет вызывать повреждения кожи и тканей. Также это чрезмерное потоотделение и за это повреждение кожи, опять же характерно для более теплого периода времени ношения имперсиликоновых вкладок, прокладок, которые также может усиливать вот это потоотделение. Вот там насколько они понравились в прошлый раз, и я знаю, многие там писали, что спасибо, что вы нам упомянули, но у них есть и свои минусы, в том числе это вот потоотделение, повреждение кожи, про это надо помнить. И может быть вирукозная гиперплазия реже, но тем не менее тоже может встречаться. Это когда происходит разрастание кожи, и это больше такое вот похоже на сухую мозоль, да, при длительном повреждении это может вызывать... Вот какие-то серьезные последствия для пациента. В общем, культю осматривать обязательно и не пропустить никаких изменений в этой области. Помнить про то, что это тоже может вызвать боль. Какая помощь может быть оказана при постампутационной боли, да, то есть мы рассматриваем эту проблему не только как вот сугубо проблема фантомного болевого синдрома, а в комплексе с другими проблемами. Во-первых, это обучение пациентов. У нас есть концепция Manage Pain, управление болью. Management боли. И здесь мы обучаем пациента выявлять факторы, которые ее провоцируют, использовать факторы, которые уменьшают боль. И пациент должен учиться жить с болевым синдромом. Потому что очень часто мы выписываем пациента, болевой синдром у него все равно сохраняется. И задача в том, чтобы уменьшить его негативное влияние на жизнь пациента. Борьба с отеками весьма уместно здесь, на эту тему в прошлый раз много говорили. Профилактика контрактур, встречинг, адекватное послеоперационное обезболивание, удаление скелетно-мышечной, устранение скелетно-мышечной слабости и дисбаланса. Как ни странно, да, это еще один из факторов риска развития постампутационной боли. Десенсибилизация, массаж, бинтование, тоже на эту тему много говорили в прошлый раз. Предложите пациенту больше двигаться. Мы в прошлый раз говорили о патогенезе и обсуждали, что нужно возвращать схему тела и схему движения. И вот возвращение схемы тела, возвращение полноценного физиологического движения будет уменьшать боль. Вспомните лекцию по спастичности, где также она была на платформе Формомед, где мы вспоминали о том, что появление движения вне спастического паттерна, а также тренировка мышц вне зоны спастичности, снижает спастичность. Вот видите, здесь та же самая история, только речь идет про болевой синдром. Если мы больше двигаемся, двигаемся без боли физиологически, это будет снижать боль у пациента с острым хронический болевым синдромом. И, конечно же, раннее протезирование и обучение движению с протезом также будет снижать болевой синдром. Лекарственная терапия. Лечение первой линии – это назначение прегабалина и амитрептилина. Прегабалин в дозе 300 мг два раза в день, а амитрептилин постепенно тетрует до дозы 150 мг. Обратите внимание, это не маленькая доза для пациентов. Так рекомендуется во многих публикациях. От себя лично скажу, что я небольшой любитель амитрептилина. Амитрептилин достаточно тяжело переносится, действует на когницию. Да, он есть в рекомендациях, он наиболее обследованный, поэтому он есть, и я про него говорю. Но если ко мне приходят пациенты, я все-таки его не назначаю как препарат первой линии. Что касается прегабалина, то для назначения прегабалина важна правильная доза. Очень много историй, когда обращаются пациенты с дозировкой, например, 301 раз или 151 раз в день. Или 152 раза в день. Все-таки должна быть дозировка 302 раза, возможно и больше. То есть, здесь важно достичь терапевтической дозы. Если у вас нет прегабалина, можно использовать габабапентин. Опять же, следите за дозировкой. То есть, мы тоже будем начинать от 3 таблеток, сутки по 300 и более. И подбирать ту самую, возможно, немаленькую дозу, которую будем использовать. Если прегабалина недостаточно или имеется проблема с депрессией, мне предлагается использовать селептин и ингибитор обратного захвата серотонина и эндорадреналина. Это долоксетин препарат. Он, в отличие от рептилина, лучше переносится. Поэтому советую его использовать широко. Есть тоже отечественные препараты, есть американские. По мне, так отечественные ничем не уступают. И можно спокойно назначать долоксетин российского производства. Пожалуйста. Также используются опиоиды. И это весьма уместно на раннем этапе. Особенно, когда пациент в послеоперационном периоде. Но можно и позже назначать. Это препарат топентадол. И его можно назначать и на более поздних, в том числе, амбулаторных этапах реабилитации. Считается, что назначение этих препаратов достаточно безопасно для больных. И здесь механизм носит следующий характер. Чем меньше пациент у нас живет без боли, чем меньше он страдает, тем меньше у него будет боли потом. Поэтому имеет смысл бороться за периоды без боли или периоды с уменьшением боли. Потому что это и даст нам в будущем терапевтический эффект. У нас есть в народе и среди специалистов миф о том, что если у пациента болевой синдром, когда мы назначаем обезболивающие, это симптоматическая терапия. Это отчасти и патогенетическая терапия. Она направлена на профилактику хронизации болевого синдрома. Особенности приема лекарств у пациентов с постампутационной болью и фантомным болевым синдромом. Фармакологические средства очень часто не снимают всю боль. И препараты обычно позволяют пациенту сделать больше действий, дел, чем это делается без препарата. То есть они позволяют работать, отдыхать, играть. И если в результате назначения этих препаратов вы этой цели не достигаете, то есть пациент принимает, но больше не двигается, больше не работает и так далее, то значит необходимости в таких препаратах нервных нужно убирать. Потому что клинический эффект должен четко быть. И мы оцениваем и подбираем терапию таким образом, чтобы пациент получал эффективность. Если эффективности нет, то, соответственно, нам придется менять такую терапию. Специфичным методом, который используется для лечения фантомного болевого синдрома, является зеркальная терапия. Это терапевтическое вмешательство, которое влияет на двигательные и сенсорные процессы за счет относительного доминирования зрительной информации, которую, собственно, эта методика и обеспечивает. Суть методики заключается в том, что используется специальное зеркало. Это можно изготовить индивидуально. Но вот если вы заметите, у наших иностранных коллег существуют уже готовые, продающиеся такие зеркала. Как видите, они достаточно легкие. Я не видел, чтобы в России такие были. Мы обычно всегда делали это самостоятельно, вручную. Обычно брали коробку и прикрепляли зеркало. Но, тем не менее, вот есть такие портативные. Можно домой взять, если вы на дому работаете. Или, опять же, если в стационаре можно просто зеркало использовать, которое переносное у вас есть в клинике. Причем используется, кстати, как для руки, так и для ноги. Обратите внимание, там и там можно эту методику применить. Больной помещает непораженную конечность в одну сторону, а кольцу в другую. Так, чтобы располагаться таким образом, чтобы пациент видел здоровую руку и видел отражение ее в зеркале. А, соответственно, за зеркалом находится ампутированная конечность. И дальше совершаются различные движения. Обычные движения симметричные для того, чтобы, собственно, вот этот образ руки увидеть и сохранить в памяти, в мозге у пациента. Это снижает болевой синдром. Еще как это можно делать? Например, у пациента есть контрактура в конечности и фантомный болевой синдром. И контрактура, ну ее нельзя разработать, если не получается. Используем зеркальную терапию, снижается болевой синдром, можно заниматься уже пораженной конечностью, уменьшать интенсивность, увеличивать объем движений. Поэтому можно использовать такую терапию в качестве подхода для помощи специалистам по лечебной москультуре и эрготерапии. Используется также для фантомных болевых синдромов следующие методики. Это гигиена сна, это лечение шрамов, про это в прошлый раз говорили, лечение раздражителей, которые вызывают этот болевой синдром. Используется массаж и десенсибилизация, использование носка для оккульти, вкладки специальной. Это протезирование, это рефлексотерапия, чрезкожная электронеростимуляция и следить за тем, что с тканями происходит. Если здесь примешивается центральная адаптация, центральные механизмы, то можем также использовать обучение самомассаж, управление причинами, раздражителями, различные ментальные образы. Используется зеркальная терапия, по которой мы говорили, а также можно использовать виртуальную реальность. Потому что в виртуальной реальности, по сути дела, мы получаем такой же эффект, как и в зеркальной терапии. На некоторых аппаратах есть специальные программы, которые имитируют, похожие на зеркальную терапию. Механизм работы этих методик такой же. И также используется рефлексотерапия и чрезкожная электронеростимуляция. Обратите внимание, что дифференцированный подход к подбору терапии, которая используется для помощи пациентам с фантомным болевым синдромом, позволяет вам более эффективно подбирать эту терапию и сократить время лечения. О чем я здесь говорю? Хотите назначить антиконвульсанты, ищите признаки нейропатического болевого синдрома. Если его нет, то не назначайте антиконвульсанты, не получите эффекта. Часто слышу, что габапентин – это препарат при фантомных болевых синдромах, вообще в постампутационной боли – это контрольная группа, что он не работает. На самом деле просто надо осмотреть, если есть нейропатический компонент, пробовать назначать антиконвульсанты, они здесь дадут эффект. Постампутационная боль – назначайте терапию, направленную на борьбу с нотоцептивной болью. Те же нестероидные противовоспалительные. И если есть признаки хронизации боли, то есть центрального его характера, сенситизации, дезингибиции, здесь пойдут селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, тот же долоксетин, например. Если выраженный болевой синдром, я бы использовал тапентадол. То есть вот такая комбинация, возможно, назначение всех вместе препаратов, тоже возможна для купирования фантомного болевого синдрома. Здесь показаны, какие техники еще можно использовать. На этом мы закроем тему фантомного болевого синдрома. Тема, безусловно, большая очень. И в рамках такой большой лекции я могу только упомянуть о тех подходах, которые используются. Но, возможно, она бы даже заслуживала в отдельной лекции, и можно было бы на нее говорить полтора часа только о фантомной боли. А сейчас мы поговорим о стратегии реабилитационной помощи пациентам с ампутированными конечностями. И стратегия для верхних и нижних конечностей будет похожа по принципам, и все зависит от состояния пациента. Стратегия для нижних конечностей. Первое. Протезирование и обучение использования протеза для ходьбы. Это оптимальный вариант. То есть здесь мы можем восстановить пациента очень близко к естественным условиям существования. Поэтому, конечно, это всегда в приоритете. И если состояние больного позволяет, должны выбирать именно эту стратегию. В том случае, если это невозможно. Это обучение пациента самостоятельно используя кресел-колясок и, соответственно, отказ от протезирования. Также, возможно, вместо кресел-колясок использовать ходунки, использовать трости. Причем ходунки как подмышечные, так и ходунки локтевые. Так называемые канатки. Вот такая тактика. И третий вариант. Уже совсем тяжелые больные, где есть родственники. Мы обучаем родственников, как пользоваться коляской, как ее передвигать. Вот как, по сути дела, заместить активность пациента, беря на себя, на родственника, уход и сопровождение в процессе передвижения. Для верхней конечности принципы те же самые. То есть, предпочтительнее протезирование, обучение и использование протеза во вседневной жизни. Это обучение жизни без протеза. То есть, это стратегия компенсации за счет здоровых конечностей. И обучение родственников уходу. Это также вот третья стратегия. Самое главное, что нужно для себя усвоить, что когда к вам попадает пациент с ампутированной конечностей, он не должен уходить просто так. Он должен получить от вас помощь. И эта помощь должна быть представлена в виде навыков, которые нужны для жизни в новой реальности бесконечности. Вот. И, да, звучит, реальность бесконечности. Нет, да, реальность с ампутацией, да, с ампутированной конечностью. И начнем мы здесь с обучения пациента самостоятельному использованию кресел-колясок, что может быть проведено при отсрочке или отказе от протезирования. Это может быть проведено на каждом этапе. Почему следует обучать использованию колясок? Часто пациенты, когда начинают использовать коляски, они сталкиваются с проблемами недоступности среды. То есть грязный грунт, песок, камни, бордюры, тесное пространство. И это ограничивает использование колясок. И пациенты вынуждены сидеть дома, никуда не выходить. И это лишает их возможности участия в социальной жизни. Поэтому для того, чтобы в обычной жизни передвигаться без проблем, нам потребуется здесь использование колясок в разных совершенно условиях. И очень часто именно приобретение пациентам навыков использования коляски дает возможность пойти на работу, сходить в магазин, найти новый спутник жизни, решать бытовые вопросы. Поэтому мы должны рассматривать коляску как не самоцель, просто умеет водить коляску, а именно как средство для решения других проблем через использование коляски. То есть мы на занятиях всегда разбираем, какую цель лучше поставить. И конечно хочется сказать, что через две недели наш пациент может самостоятельно проехать вперед-назад, повернуть-развернуться на коляске. Но цель такая будет плохой, потому что она не ориентирована на решение задач. То есть коляска это не цель, а средство. Поэтому, например, пациент может самостоятельно добраться до магазина, который находится на первом этаже здания, где пациент получает лечение, сделать там закупки и дальше с сумками, соответственно, приехать обратно в палату. Как пример, вот это вот навык, который пригодится пациенту в жизни, потому что когда он приедет домой, ему также нужно из квартиры будет выезжать и получать еду, покупать еду, соответственно, готовить дома. И вот коляска должна эти возможности расширять. Во всем мире проблема применения колясок, она хорошо известна. И есть разные программы в разных странах, они представлены здесь на слайде. Можете сфотографировать этот слайд, где-то тут ссылочки есть, где-то можно просто по названию найти. Вы можете эти программы в интернете бесплатно посмотреть, скачать и своих пациентов вести по этим программам. Вот это, собственно, чтобы у вас была полная информация. Какие же навыки нужны пациенту, который начинает пользоваться коляской? Это складывать и раскладывать коляску самостоятельно. Ездить вперед и останавливаться. Резко останавливаться, если это необходимо. Ездить назад, поворачиваться, разворачиваться, смещаться вбок, подниматься на ступеньку, спускаться на ступеньки. Подниматься и спускаться по лестнице, подниматься и спускаться на экскалаторе. Пересаживание на том же уровне С пола на коляску С коляски на пол Балансирование на заднем колесе коляски То, что называется во всем мире Вилли И профилактика пролежней как таковых И вот представьте себе такую конструкцию К вам поступает больной На реабилитацию И вы понимаете, что у него протеза нет Значит он будет передвигаться на коляске Значит мы запускаем программу Связанную с обучением использования коляски И соответственно коляска Как средство она будет решать Другие проблемы, которые есть в быту Самообслуживание Поэтому Нельзя просто сказать человеку Вот коляска, пожалуйста иди Садись, катайся, нет Его нужно научить этим пользоваться Я могу сказать, что можете себя проверить Как здорового человека Сядьте на коляску и попробуйте на ней попередвигаться Получится у вас на ступеньку съехать Умеете ли вы быстро разворачиваться Легко ли вы вписываетесь в дверные проемы Естественно вы люди без ампутированной конечности У вас со схемой тела все хорошо У пациента, у которого есть проблемы с этим Соответственно использование колясок будет не так легко Поэтому качество реабилитации в такой ситуации Будет определяться качеством владения коляской Что с коляской нужно делать Для перевозки и хранения коляски Ее необходимо сложить Они складываются двумя способами Есть складные коляски Вот как показано на видео слева То есть они складываются вместе И есть коляски, которые разбираются У них могут отделяться пленые части И какие-то части могут быть достаточно жесткими Посмотрите какая модель коляски у пациента Какая ему нужна И обучайте тому, как собирать его модель коляски Дальше поехали навыки, которые нужны для использования коляски Это передвижение в кресле коляски вперед Передвижение может осуществляться одной или двумя руками По необходимости Внизу представлены два видео И также возможно передвижение на коляске Используя ноги, если в этом есть необходимость Поэтому это отдельные навыки Которые нужно пациенту обучать Обратите внимание, что есть техника передвижения на коляске Приводить в движение коляску Нужно так, чтобы руки устанавливались на То есть к самому колесу есть рамка Которая двигает это колесо Она специально предназначена, чтобы руки не испачкать И в момент, когда руки заводятся назад Угол локтя должен быть 90 градусов И захват должен быть на уровне от 10 до 2 часов То есть захватываем мы, если мы едем, соответственно, вперед на 10 часов И уводим на 2 А обратно наоборот И обычно используем достаточно длинный и плавный вход Делать больше или делать меньше считается нецелесообразным Первый навык это продвижение вперед Используется очень часто И требует, чтобы пациент мог легко как начать двигаться, так и остановиться Следующий навык, который нужен пациенту Это навык двигаться назад Также он может быть необходим и в быту И для многих профессиональных активностей И пребывания в социальной среде Также можно обучать пациента смещаться назад Используя балансир на заднем колесе Обратите внимание Сзади обязательно в такой ситуации нужно страховать пациента И также есть специальные ремни Которые крепятся к сидушке коляски К опорам, конструкциям, которые есть ниже сидушки Для того, чтобы помогать пациенту балансировать Чтобы он не упал А также на видео показано движение на коляске По наклонной поверхности В некоторых ситуациях удобнее двигаться именно назад Разворот в ограниченном пространстве Следующий навык, которому пациент должен обучиться Как видите, две техники существуют Одна с балансированием на заднем колесе Другая без балансирования на заднем колесе Естественно, это с пациентом отрабатываем эти навыки Еще один, это повороты в движении То есть, когда пациент двигается, ему нужно быстро развернуться Вот здесь вот представлены конструкции специальные Мебель так, чтобы здесь тренировать те самые нужные повороты на коляске Также возможны альтернативные маневры для разворотов на скорости Пожалуйста, используйте туловище для разворотов Подтормаживание одной рукой с опорой на стенку Вот, и такие вот быстрые, по типу полицейского разворота Движения на коляске, чтобы быстро развернуться Также отталкиваясь от стенки При движении в бок еще один навык Показано два варианта Это первый вариант, когда мы используем технику елочки Второй вариант, это, собственно, прыжки на коляске, перемещаясь в сторону Хорошо бы обучить и одному, и другому методу Поскольку у пациента бывают разные условия на этот счет Преодоление склона Для этого используется прием наклона вперед Это помогает предотвратить опрокидывание коляски назад И на первом этапе при подъеме обязательно, чтобы сзади кто-то страховал Потому что самое страшное, что может произойти при этом обучении Это падение назад Поэтому первое время нужна страховка И надо помнить Что если наш пациент хотел, допустим, подниматься по какой-то поверхности Например, по большому длинному пандусу И он устал, ему нужно отдохнуть Для этого ему нужно научить поворачивать кресло-коляску боком Чтобы она не покатилась далее Спуск по наклонной поверхности вниз И здесь также используется прием наклона вперед И возможно использование приема вилле или баланса на заднем колесе В некоторых ситуациях это достаточно эффективно и безопасно Для наших пациентов Спуск по наклонной поверхности И когда пациент им овладел, нужно использовать различные ограничения Например, можно ставить фишки и тренировать спуски не по ровной поверхности А с маневрами, которые будут для пациента нужны Чтобы объехать, например, снег или глыбы льда Которые лежат на выходе из магазина Балансирование на заднем колесе или маневр вилле Здесь достаточно много разных приемов Они показаны справа на видео И эти приемы предназначены для того, чтобы пациент мог приобрести этот навык В общем, сзади стоим за пациентом Здесь не видно специалиста, но он стоит сзади И страхует от падения Также можно специально подложить маты назад Упасть назад, чтобы понять, как это Почувствовать это падение назад Тренировать в этом же контексте Уже не бояться падения, чтобы знать, что вообще произойдет дальше И также возможно проводить такое обучение у стенки Потому что это также позволит обезопасить и снять страх Который связан с риском падения назад Навык сложный, но он нужен в разных аспектах передвижения на коляске Поэтому имеет смысл пациенту этого навыка научить Следующий этап это преодоление бордюров, ступенек и эскалаторов В частности, это ступенька вверх Здесь предлагается наклонить инвалидную коляску вперед Либо, опять же, можно использовать вилле на заднем колесе Для того, чтобы преодолеть это препятствие Первое время всегда делаем с помощником сзади Потому что самостоятельный пациент, скорее всего, этот навык не приобретет Вот еще одна техника преодоления бордюров Движением назад С использованием приема вилле Обратите внимание, специалист сзади страхует Не он выполняет это за пациента А он следит за тем, чтобы больной не скатился вниз И чтобы пациент мог испытать наименьшую нагрузку Преодоление бордюров и ступенек вниз Это частый навык, который нужен для передвижения на улице И здесь также тренируется прием вилле И обычно, если мы спускаемся вниз У нас здесь есть два подхода То есть мы можем двигаться лицом вперед Или двигаться назад И тот, и тот вариант Они могут быть позволительны в случае наших пациентов Большая проблема – это лестницы и эскалаторы Пациент должен уметь перемещаться по эскалаторам Почему-то большинство людей думает, что это не так Но на самом деле это важные навыки Которые используются для передвижения в реальных условиях жизни Поэтому именно их мы здесь наблюдаем на видео Пожалуйста, здесь показан один из таких примеров В принципе, все эти видео в интернете доступны И для себя или для пациентов можете их использовать Здесь показан, как это можно делать с ассистентом То есть не сам больной делает, а с родственником Родственников тоже нужно учить правильно ассистировать В процессе передвижения на коляске Кстати, обратите внимание Люди на колясках очень не любят, когда вы опираетесь на коляску С точки зрения физиологии, коляска – это часть тела пациента И поэтому, так же, как многие люди не любят, чтобы к ним прикасались без разрешения Так же они не любят, чтобы это касалось и коляски в том числе Поэтому, если вы хотите потрогать коляску, спросите разрешение у пациента Также нельзя называть пациентов на колясках колясочниками А пациентов с ампутацией – ампутантами Потому что это стигматизация и фиксация Называние человека по его дефекту То есть речь идет о том, что неправильно говорить Лысый, волосатый, бородатый, усатый То есть это недопустимая история Точно так же мы не идентифицируем человека с ампутацией по его ампутации То есть у него есть своя жизнь Поэтому его мы называем как пациент с ампутацией Или человек с ампутацией конечности Или пациент, использующий кресло-коляску То есть мы не называем его инвалид Потому что это будет не совсем корректно Во всяком случае, когда мы обращаемся к пациенту То есть да, у него статус такой может быть, если он социальной реабилитацией Но при всем при этом В обычной жизни мы его инвалидом не называем Поэтому мы называем пациент с ампутацией Здесь еще сейчас навыки будут показаны По движению на эскалаторе и на лестнице Давайте сейчас я это пропущу Покажу видео, как пациенты могут спускаться по ступенькам Например, выходя из подъезда Пожалуйста, пример, как научить пациента использовать коляску Как видите, достаточно сложные маневры Доступны для многих пациентов И использование эскалаторов Эскалаторов вверх и эскалаторов вниз Пожалуйста, техника здесь показана То есть пациент дополнительно себя фиксирует За поручни для подъема на эскалаторе Естественно, первое время нужно с эрготерапевтом Пойти в торговый центр И отработать этот навык Потому что очень хочется упасть назад И обратите внимание, когда мы едем вниз На эскалаторе Пациент у нас едет спиной вперед А когда он поднимается Он смотрит вперед То есть спина сзади оказывается Следующий навык, который нужен Это пересаживание в коляску и из нее И это может потребоваться Например, для того, чтобы сесть в постель Или из постели пересесть в коляску Поэтому это навык, который будет определять Насколько пациент активно пользуется коляской Для того, чтобы пересесть Часто нужно убрать подлокотник Обязательно поставить тормоз Потому что пациента коляска может укатиться И надо научить пациента Что каждый раз, когда он не передвигается Он ставит коляску на тормоз Существуют различные способы Как помочь пациенту пересаживаться И в частности, есть отстегивающиеся подлокотники Отстегивающиеся подставки для ног И с той стороны, с которой пациент будет пересаживаться Должны легко сниматься И пациент не должен здесь испытывать проблем Есть несколько техник пересаживания Вот здесь на видео показано пересаживание Из одного кресла в другое На коляске Вот, пожалуйста, девушка демонстрирует У него, конечно, нет ампутации Но смысл, в принципе, остается тот же самый Техника сама пересаживания Она здесь не меняется Такая же, как и у больных С спинальными проблемами Поэтому и с ампутациями Примерно та же самая история Для того, чтобы пересаживаться Нужно иметь хороший баланс Поэтому, если это не получается Тренировать баланс сидя И только потом учиться пересаживаться Ну, здесь вот видео Немножко деформировалось Так иногда бывает При большом количестве действий на этот счет Ну, и здесь вот показано Пересаживание с пола на коляску Вот здесь вот тоже как альтернатива этому Видите, как у вас не пошли видео Еще один альтернативный способ пересаживания С помощью подставок То есть, когда пациенту тяжело подняться высоко То мы можем сделать несколько ступенек Или подкладывать книжки для того, чтобы сесть Поэтому здесь вот подставлена поставка И наша пациентка с пола поднимается на подставку Как на ступеньку И дальше уже с подставки пересаживается на кресло Здесь вот показаны ситуации, когда пациент упал И эти ситуации нужно разобрать с пациентом Потому что такое может потенциально случиться Как подняться с пола Когда у тебя ампутирована конечность Вот здесь молодой человек сейчас будет демонстрировать Уже можно показывать Давай, молодой человек, показывай нам К сожалению, не могу промотать вперед Но он уже сейчас нам начинает демонстрировать В интернете на эту тему роликов много Советую подписаться на пациентов Которые сами идут свои блоги Посвященные жизни с инвалидностью Иногда очень шуточно рассказывают Каких-то базовых вещах У нас молодой человек как бы падает Вот он упал Вот он лежит Какие дальше действия Во-первых, когда упал Сразу не тащим, не поднимаем Даем пациенту полежать, привыкнуть Придаем ему удобную позу Чтобы у него не было пролежней И не было боли и дискомфорта Здесь молодой человек сейчас будет показывать Как можно Как один из вариантов Как можно сесть, если коляска упала назад Мастерство владения коляской Во многом зависит от физических возможностей пациента И готовности получать новые навыки Важные для жизни Большое, немножко подзатянутое Ну вот у нас, пожалуйста, как пациент сам садится Видите, он удерживает одно колесо Вот движение И оттолкивается руками Пожалуйста Не вставая с той же самой коляской Пересаживание, перемещение Так, сейчас еще разочек Перемещение с коляски на пол Этот навык может быть активен Нужен для уборки дома Или если у вас есть дети Для общения с детьми на полу Вот, поэтому вот показано Как это делает спинальный пациент То есть, такую же технику Можете использовать пациент С односторонней или двусторонней ампутацией Как видите, да, тоже можно спускаться Кстати, обратите внимание Мы могли бы с вами выстроить линейку целей Где цель можно было поставить на каждое занятие Например, на первом занятии Цель это учить двигаться на коляске вперед И останавливаться быстро Занятие номер два Второй день реабилитации Обучение при движении на коляске назад С возможностью быстро становиться назад Дальше, третье занятие Развороты, четвертое И так далее, и так далее В конце концов, доходим до таких сложных навыков Как пересаживание с коляски на пол Для облегчения пересаживания с коляски на кресло Или на кровать Используется доска для перемещения Обычный рекомендуемый размер Это 300 на 600 мм Толщина зависит от прочности материала Но типичная толщина составляет 20-25 мм Обязательно должна быть гладкая Она просто позволяет снизить нагрузку На пациента или ухаживающего лица Показаны разные варианты моделей В зависимости от цели и задач И разных производителей Пересаживание с доской для перемещения Она демонстрируется здесь Тоже видео достаточно большое И мы должны подготовить пациента Снять подлокотник Снять подставку для ног Расположить правильно Доску для перемещения И, используя сохранные силы пациента Будет пересесть на Соответственно, из кресла На, допустим, кровать для боботтерапии Здесь вот разные техники поставлены Я думаю, что мы не будем здесь подробно останавливаться Если наш пациент тяжелый Он передвигается на коляске сам Или его возят Может быть риск образования пролежней В месте сидения На тех же седалищных буграх Если неудачно расположился пациент в кресле Могут быть пролежни и по боковой поверхности В местах, где ткань контактирует с кожей Где есть кладочки Поэтому здесь очень важно Проводить профилактические мероприятия Они связаны с тем, что пациент себя Например, поднимает Постоянно отдыхает Вот здесь показаны разные техники Профилактика падения наклона вперед Вот это профилактика Направленная на наклон в одну сторону И опять же, для чего это делается? Опять же, убрать давление из седалищных бугров Уменьшив риск образования пролежней И как видите, она здесь немножко наклоняется Вот так же, как я В сторону И каждые 30-15 минут таким образом отдыхает А молодой человек использует упражнение под названием лифт То есть, он опирается на подлокотники И себя поднимает на подлокотниках На руках Таким образом снижая давление И вызывая профилактику пролежную Если вам это интересно Пожалуйста, есть замечательная программа в интернете Мне эта программа, в принципе, понравилась Здесь наглядные видео Если вы приступаете к обучению пациента Можно вполне себе скачать в телефон эти видео И демонстрировать пациенту Чтобы он также, кроме вашего инструктажа Получал ссылочку Где бы он мог посмотреть Какие есть возможности по применению колясок И чтобы было удобно Есть тест на навыки использования кресла коляской Здесь они все перечислены Посмотрите Все ли Можете завтра попробовать Ну и завтра там, да В ближайшую неделю-две Самостоятельно попередвигаться на коляске Чтобы понять то, что испытывает пациент Когда начинает ей пользоваться И здесь вот все, что мы с вами обсудили И даже немножко больше Представлено список тех состояний Где может потребоваться такая реабилитация И показаны навыки Которыми владеет наш пациент Если нашего пациента Невозможно научить снова ходить То он должен быть обучен Использованию кресла коляски Также существует набор навыков Которые должен владеть пациент И в том числе Он может использовать Для передвижения костыли Это три вида костылей Это подмышечные Локтевые И так называемые костыли Без использования рук Я знаю, что в России Они не очень популярны Однако тоже видел, что применяются На фотографии эти костыли Показаны справа Вот они Ну вот собственно Подмышечные и подлоктевые Очень важно Когда вы подбираете костыли Сделать И подобрать правильно Размер этих костылей Для этого нужно надеть Обувь Которую пациент планирует Передвигаться на костылях Встать прямо Убедиться, что обувь имеет Низкий колблок и надежную опору Расположить костыли В подмышечной области Расслабить руки И позволить им Свободно свисать Над костылями Между подмышкой И верхним краем костыля Соответственно Подмышечной частью его Должно оставаться Пространство В 5 сантиметров И руки должны быть Свободно Расслаблены При опоре на рукоятке Они должны находиться На уровне запястья А локти должны быть Слегка согнуты Примерно на 30 градусов Вот это для таких костылей Костыли подмышечные Костыли, которые Локтевые костыли Или как еще называют Канатка Используют в зависимости От высоты человека И в зависимости от того Какой у него рост 170, 150 И выше соответственно У нас меняется Расстояние от Локтя до Соответственно Костыля Собственно В зависимости от того Какой размер Мы откладываем 5-7 сантиметров 4-5 сантиметров И так далее А рука сгибается Обычно при движении На этих костылях На 20 градусов Также существует Формула для расчета Где Рост пациента Минус 40 сантиметров Ну вот здесь Вот показаны Навыки Использования Подмышечных костылей У пациента С ампутированной Конечностью Пока ходит Неуверенно Поэтому Использует Костыли А это вот Костыли без Использования Рук То есть вот Не во Пере всех Вариантах Ампутации Не подойдут Но вот На Транс Тибиальной Ампутации Вполне Можно Использовать Именно эти Костыли Что должен уметь Делать пациент Передвигаясь На костылях Это вставать Присаживаться Стоять Ходить Поро на поверхности Подниматься И спускаться По ступенькам Переносить предметы При ходьбе С костылями Ну например Ходить в магазин Поэтому пожалуйста Проверьте И упакуйте Навык Передвижения На костылях В соответствующие Жизненно важные Навыки Для наших пациентов Теперь поговорим Про протезирование И обучение Использования Протеза Для ходьбы Базовая подготовка И навыки Нужны для обучения Использования Протезов Ноги И что сюда Входит В подготовительную Ребилитацию Это укрепление мышц Мобильность кровати Функциональная активность Общая физическая Толерантность Толерантность К нагрузке Надо будет восстанавливать Если она снижена Использовать Циклические Аэробные тренажеры Опять же Это может быть Для рук Тренажер Или для ног Соответственно В зависимости от цели Задач Мы применяем Тот или иной Сохранение Влечения Диапазона Движения В суставах Чтобы не было Контактур При движении С используем С используем ТСР В обычной Жизни Владение Навыками Перемещения На костылях И коляске И баланс Сидя Стоя Без поддержки Что Перед Используем Протезы Мы применяем Это Тренировка Баланса И координации На одной Конечности Сидя На платформе Боссу Или на Фитболе Возможна Тренировка Баланса При переходе Здесь положение Лежа Положение Сидя Это тоже Будет И тренировка Навыка И собственно Тренировка Толерантности Например К нагрузке Также Очень важно Ориентироваться На центр Тяжести И базу Опоры То есть Всегда Пациенту Который Выполняется Ампутация Центр тяжести Смещается В сторону Здоровой части Тела Здоровой Конечности Поэтому Чем раньше Начали Тем лучше Потому что Еще не сформировалось Всех привычек И всегда Обращаю внимание На расположение Центра тяжести Потому что Пациент должен Равномерно Распределять Опору Загружая В том числе Ампутированную Конечность Очень важна Тренировка Здоровой Конечности Тренировка Движений Таза Обязательно Должна быть Вариация Вариабельность Определенная То есть Нельзя делать Стереотип Но все время Одно и то же Делали с эластическими Лентами Делайте без эластических Лент Делали в положении Сидя Сделайте в положении Стоя То есть Меняйте условия Если надо Выходите на улицу Тренировка С протезом Балансирование Стоя На двух Конечностях Тренировка Движений Таза Опять же Вперед Бок Право Лево Перенос Вес Тела Тренировка Походки С протезом И тренировки Поза Сидя Для того Чтобы готовить Потом Стояние Предпротезная Подготовка Это Та часть Которая Проводится До Начала Обучения Ходьбе И Здесь Очень важно Чтобы пациент Научился Не просто Опираться На конечность Не то чтобы Была сохранна Культя Но и в том числе Чтобы работали Схемы Когда Используются Туловище И кор Потому что Эти мышцы Объединяют Разные части Тела Мы уже говорили Что схема Тела нарушена Поэтому здесь Необходимо Здесь Как раз Комбинировать Комбинировать Упражнения На здоровую Сторону И на Мышцы Туловище А не только Работать С культурой Ну это мы Тоже уже С вами Проговорили Упражнения Для пациентов С Конечностями И Ампутацией На уровне Ниже Колена То есть Транстебиальная Ампутация Пожалуйста Здесь Показаны Стретчинг Или Растяжка Хамстрингов У наших Пациентов Пожалуйста Здесь Пациент Проводит Растяжку Растяжка Большой Ягодичной Мышцы О чем Отличие Там у нас Колено Выпрямлено Здесь Колено Согнуто Растяжка Стретчинг Средней Ягодичной Мышцы У пациента С ампутацией Опять же И здоровая И больная Сторона Опять же Восстановление Схемы Тела Упражнение На балансе Координацию Мышц Туловища Известное Упражнение Кошка Верблюд Пациент Фиксирует Свой Корм Фиксирует Живот Втягивает Его Сюда То есть Я всегда Предлагаю Аналогию Вакуум Живота И дальше Пациент Должен Удержать Баланс На Конечностях На передних Вязаниях Упражнение На координацию Туловища И верхней части Тела Пожалуйста Молодой человек С мячом Заменять Вес Мяча Размера Мяча Тем не менее Проводить Такой баланс По диагонали Рубящие Такие движения Некоторые Называют Это же Паттерн Пинев На Вот Это Мануальный Паттерн Такой Разгибание Бедра Лежа То есть Соодносит На встречу С другой Сто на загрузка Большой Годичные Мышцы Отжимания На коленях Если Пациента Хорошо Получается Возможно Отжимания И На Оставшейся Стопе Упражнение На Хамстринге То есть Сначала Просто Сгибания В колене Если Этого Мало Можно Добавить Эластический Лент Сгибания Сгибания В колене Лежа На Животе Упражнение На Хамстринге По сути Дело Как На Подвесной Системе Вот Пожалуйста Здесь Используется Опора На Валик Упражнение Оно Сродни Упражнению Ягодичный Мост Здесь Показано Как Можно Это Комбинировать Для больной Здоровой Конечности Сгибания Бедра Следить Чтобы Таз Не разворачивался Разгибания Колена Изометрическая Нагрузка Идет Концентрика Эксцентрика И собственно Изометрика Упражнение На Квадрицепс Так Сейчас Девушка Пальпирует Теперь Особенность Упражнений Для Пациентов С Ампутированными Конечностями Выше Колена Тоже Ягодичный Мост Атаптированный Для С Ампутированной Конечностью Опираясь На Валик Хорошая Нагрузка На Большую Ягодичную Упражнение На баланс На Боссу Не Простай Задачу Упражнение На баланс Также По той же Схеме Как и Ранее Упражнение На психомоторный Контроль Вообще В принципе Психомоторного Контроля В этой Ребилитации Много Учимся Пациента Отвлекать Его Учить Не Отвлекаться Соответственно И Пациент Должен Адаптироваться Поэтому Привыкаем У нас Либо Повороты Головы В сторону Либо Вперед Назад Здорово Усложняет Такую задачу Не Сразу Начинаем Постепенно Когда Освоил Более Ранние Навыки Опять же Ягодичный Мозг На Окульте Можно Использовать Две Конечности Сгибание Колена Боковой Мост С опорой На Окульту Та же Самая История Кстати Если Речь Будет Ити Про Верхнюю Конечность То Принципы Те же Самые У нас Есть Лопатка Которая Крепится К телу Ей Лопатка Придется Уделять Внимание Заниматься Разгибание Бедра Лежа Также Здесь Используется Соответствующее Положение Нужное Для Координации Мышц Туловища И Следующий Этап Это Обучение Ходьбе У нас Вообще Ходьбе Была Посвящена Отдельная Лекция Но мы Не затрагивали Пациентов С ампутацией А сегодня Поговорим Именно Об этой Группе Ну и Наша Основная Задача В реабилитации Когда Речь Идет О Ходьбе Помочь Человеку С ампутированной Конечности Обрести Независимость На максимально Возможном Уровне И с максимально Возможной Эффективной Походкой Общие Принципы Начинаем Как можно Раньше Это Когда Через 5 дней После Операции Важнейшим Этапом Является Тщательный Анализ Походки Для этого Используем Визуальный Анализ Походки Так же Как мы говорили В лекции По анализу Походки То есть Просто На мобильный Телефон Мы снимаем Вот У нас Есть Режим Замедленного Видео И Если его Автоматически У вас нету Его нужно Включить В настройках Вашего Телефона Или В крайнем Случа Установить Специальную Программу Обычное Приложение Для этого Есть И снимать Обычно По 10 Секунд Ролики Про то Как пациент Идет По дорожке Или идет Вдоль Или поперек Соответственно Камеры Вот И На вас Или от вас Соответственно И рядом Проходит Этого будет Достаточно Чтобы увидеть Типичное Нарушение И типичный Паттерн И кстати Они похожи На паттерны У здоровых Людей То есть У пациентов С ампутацией Может быть Циркумдукция Хип-хайкинг У них может быть Подъем У них может быть Стипажная Походка То есть Высокий Подъем Колена Поэтому То что мы Ранее проходили Обсуждали Это тоже Будет справедливо Для пациентов С ампутацией Обычно Используется С одной стороны Занятие На ровной поверхности С вербальными Мануальными Психологическими Вмешательствами То есть Когда вы Ставите Чека На брусье Например То есть Он стоит И держится За брусье А вы можете Своими руками Корректировать Движение протеза Или движение Здоровой конечности Вот И потом Если это необходимо Можно переходить На беговую дорожку И тренировать Определенные навыки На беговой дорожке Ну и опять же Если не говорить О технологиях То возможно Выход пациента На улицу Для того Чтобы отрабатывать Многие навыки Давайте посмотрим Какие подготовительные Упражнения Для этого используются Дневнировка Перемещения Центра тяжести И нагрузки На протез Вот здесь Он смещается В сторону Обратите внимание Это не наклон А именно Параллельное Смещение В сторону Тогда это работает Наклоны Это неправильно Вот А впоследствии Мы усложняем Позу стоя Предлагаю пациенту Пошагать Или бросаемому мяч И уже подключается Функция психомоторного контроля В этих В этом опыте В этих играх Пациент у нас Запоминает Позу стоя И Наш пациент Быстрее будет Соответственно Восстанавливаться Вот здесь Показано То что я пытался Объяснить Слева Правильно Справа Неправильно Правильно Переносить вес Тела На конечность А неправильно Это Наклоняться В стороны И смещать Таз В противоположную Тестирование Перемещения Центра тяжести С использованием Подставки Да Или Вот собственно Ступеньки Обратите внимание Пациент стоит На протезированной Конечности И Соответственно Это Тренировка Баланса По сути Делается Как стояние На одной ноге Но с периодической Опорой На здоровую ногу Два упражнения С подвижной Платформы Такую можно Сделать самостоятельно Или использовать Скользящие Поверхности Может полотенце Скользящее И пожалуйста Также Поза стоя С нагрузкой На кор Это Перенос Веса Тела Пациент С эластической Лентой Которая Фиксирована На шведской Стенке Учится Совершать Движения Верхней Частью Тела Не трогая Ноги А справа Видео Как пациент Передвигается Используя Эластическую Ленту Потому что Она будет Вытянуть Сторон Менять Его Центр Тяжести И Это позволит Тренировать Необходимые Жизненные Функции Обратите Внимание Это видео С сайта Отто Бог У них Много Полезных Видео Не посчитайте Это как Рекламу Видео Чтобы была Опора На Более На Протезированную Конечность И Перенос Веса Тела Как Это И Должно Быть Еще Одно Упражнение Это Когда Вы Стоите И Смещаете Центр Тяжести Вперед Назад Здесь Показано Смещение Центра Тяжести На Стопе Должны Тренировать Тренируют Баланс У пациента Следующим Этапом Является Обучение Ходьбе По Ступенькам И Преодоление Препятствий И Здесь Можете Увидеть Тренировку Самого Процесса Обучения Подъем По Ступенькам Обратите Внимание Справа Слева Видео Разные На Видео Слева Пациентка Просто Заносит Ногу На Видео Справа Она Также Переносит Вес Тела Вперед Скользя Вперед Это Нужно Для того Чтобы Тренировать Импульс Подъема По Ступенькам Видео Немножко Разгоняется И Заходит Со Скорости Потому Что Мы Так В жизни Обычно Делаем И Так В жизни Входим На Скорости Поэтому Когда Начинает Получаться Просто Как Показано Слайде Слева По Мере Усложнение Требуется Выше Ступенька И Более Тщательное Обучение Переноса Веса Тела Вперед Следующая Тренировка Баланса На Нестабильной Опоре Использовать Балансировочную Доску Опять же Можно Сидя А Если Пациента Хорошо Получается Можно Стоя Используйте Разные Варианты Потому Что Есть Разные Степени Сложности Молодому Человеку Удается Несмотря На Протез Удерживать Баланс И Даже Ловить Мячик Параллельно То есть Это Прям Невероятная Сложность С точки Зрения Психомоторного Контроля Задач Очень Хочется Упасть Когда Ты Стоишь На Протезе И Ловишь Мячик Боковые Шаги Обратите Внимание Это Подготовка Навыка Ходьбы Через Препятствия Вот Например Чек Идет По Рынку Вот Он Идет Идет На Него Толпа Что Он Должен Сделать Остановиться Сделать Несколько Шагов В Сторон И Пойти Вперед Пожалуйста Это Тренировка Этого Навыка Отдельное Занятие Стояние Для Тренировки Баланс На Больной Конечности И Пациент Тренирует Перенос Веса Тела И В конце Концов Эластические Ленты Используются Для Здоров Или Больной Конечности Для Тренировки Следующее Задание Это Броски Ловли Меча Здесь Представлено Как Пациент Страхуется Брусьями Ну Собственно Его Задача У него Ампутированы Обе Конечности Соответственно Он Опирается На Два Протеза Достаточно Сложная Задача Научиться Двигаться В такой Ситуации Также Возможно Вот Еще Один Пример Как Можно Использовать Подручные Средства В частности Трамплин Баланс У пациентов После Ампутации Здесь Мяч Побольше Использовать Более Крупный Упражнение С ластической Лентой Стоя На Одной Ноге Показано Упражнение На Отведение И Сейчас Будет Показано Упражнение На Приведение Еще Еще Один Прием Это Катание Мячика По сути Дело Это То же Самое Стояние На Одной Ноге Но Просто Связанное С Игрой Поэтому На Самом Деле Это Достаточно Эффективно Важно Что Когда Пациент Учится Ходить Когда Он Учится Сидеть Чтобы Он Не Смотрел Себе Под Ноги Он Должен Смотреть Вперед Или Смотреть Туда Куда Он Собирается Двигаться Вариант С Маленьким Мячиком Можно Усложнять Размерами Мячиком Обучение Ходьбе С Протезом Ходьба С Поддержкой Ходьба С Брусьями С Опорой И Впоследствии Без Опоры На Брусье Потом Переход На Дорожку Для Отработки Паттерна Походки Этапы Работы С Походкой Сначала Записываем Видео Разбиваем Видео На Несколько Фаз И Периодов Ходьбы Анализируем Эти Конечность Анализируем Движения В этих Конечностях При Поддержке Двумя Руками Начните С Удара Пяткой Непротезной Конечности Одновременно Перенося Весь Тело На Протезную Конечность Что Способствует Правильной Постановке Стопы Затем Тормируется Здоровой Ногой Следующий Этап Походки Следует Начинать После Достижения Удара Пяткой Дальше Большое Значение Имеет Шаги Шаги Должны Симметричными Не Должно Быть Хромоты Длина Шага Обычно Пациенты Делают Более Короткие Быстрые Шаги Здоровой Ноги 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 Некорректная Нагрузка Под ноги Так не надо Делать Не нужно Смотреть Под ноги Надо Смотреть Туда Куда Идешь Пациент Смотрит Куда Руки Переставлять Учат Здесь Достаточно Большое Видео Я хотел Крассо Показать Что Произошло На видео Сейчас У пациентов Брали Брусья С одной Стороны И Заменили Их На Канат Куда То есть На Костыли Которые С опорой Под локоть С одной С одной С одной Опирается На неподвижную Опору С другой С другой Стороны На Костыли Здесь С двух Сторон Костыли Специалист Сзади Страхует Таз Чтобы Таз Не ушел В сторону И не упал Пациент Назад Обратите Внимание Инструктаж Проводим Для Пациента Теперь Он ходит С легкой Опорой На Поручни Имитируя Обычную Походку С Вовлечением Рук Другие Навыки Которые Могут Пригодиться Пациенту В жизни То есть Это Ходьба Вокруг Препятствий Обход Препятствий Это Ходьба С Изменениями Направления То есть Можно в такую Игру с больным Поиграть То есть Он идет И вы ему Говорите В какую Сторон Должен перемещаться Он Вас слушает Это еще Тренировка Психомоторного Контроля И меняет Это Направление Вот Также Ходьба Регрессивная Ходьба Назад И есть Мнение У наших Коллег Я знаю Московских О том Что это Очень эффективно И помогает Обучиться Вообще В принципе Походки Вот Также Преодоление Препятствий Это Заход На бордюр Спуск По бордюру И так далее Вот И Очень важно Чтобы Потом Вы Перешли С пациентом От Простых Примитивных Движений В условиях Палаты К Функциональным Задачам Которые Решаются Пациентов С Ну Решаются В рамках Ребилитации У пациентов С ампутацией Вот Обратите внимание Что здесь Тренируется Подъем Вверх Тренируется Разгон Увеличение Скорости И В последующем Торможение В том числе Вот Опять же Начало Походки Старт Походки Наращивание Скорости И Резкая Остановка Так Так как Это Обычно Нужно В жизни Когда Вы Идете В толпе Народа Например По Невскому Проспекту Разгоняйтесь И резко Останавливайтесь В этот момент Нельзя упасть Назад Вперед Соответственно Споткнуться Если Нужно Отойти Назад Агрессивная Ходьба Она Здесь Нужна Не Как Упражнение А Как Задача Быстрый Разворот Если Это Необходимо И Опять же Быстрый Набор Скорости Это Как Раз Задача Психомоторного Контроля Пожалуйста Ходьба По Поребрику Не все Здоровые Так Справятся Видео Кажется Шикарное Абсолютно Теперь Посмотрите Как Он Ставит Конечность Относительно Поребрика То есть Это Отдельная Задача Тренировать Заход На Поребрик То есть Когда Нога Случайно Попала На Край При Подъеме Или При Спуске С Поребрика Это Преодоление Препятствий Чтобы На Этому Пациент Не Упал Не Завалился Посмотрите Как Это Происходит Видите Протезерной Конечность Он Ставит Конечность Так Чтобы Попадала На Поребрик На Бордюр То есть Это Отработка Навыка Когда Стопа Случайно Попала Обычные Мы Тоже Такие Ситуации В Обычной Жизни Сталкиваемся И У Нас Уже На Этот Счет Отработана Походка И Пациент Не Падает Также И Здесь Этот Навык Нужно Пациента Сформировать Опять же Ходьба По Неровному Ландшафту Гравий Подъем Спуск Разная Консистенция Нужно Набрать Опыта Сенсорного Для Передвижения Пожалуйста Подъем Спуск Поэтому Пожалуйста Вот вам Еще Задача По Тренировке Пациента Сабутированной Конечно Следующая Ситуация Когда Наш Пациент Упал И Нужно Вставать Или Например У него Дети Дома Есть И Ему Нужно Играть С детьми На Полу Также Может Быть Если Пациент Живет Один Будет Делать Уборку И Какие Действия Необходимо Будет Совершать В Положении На Полу Соответственно Нужно Учить Пациента Спускаться На Пол И Вставать С Пола Садиться Из Положения Стоя Положение Сидя На Полу И В данном Суче Показывается Техника Вставания С Используем Протезы И Двух Стульев Другая Техника Присаживания Пожалуйста Вот Они Цели Ребилитации Они Прекрасно Показаны Их Можно Ставить Таким Образом Чтобы Пациент Этот Навык В жизни Приобретал Следующая Это ходьба По лестнице Она Техника Техника Подъема По лестнице И обучение Подъема По спуску По лестнице Она Не Зависит От Уровня Ампутации Выше Или Ниже Колена Обязательно Сформировать Навык И подъемы И спуска И здесь Показана Так же Техника И белым Пластырем Отмечено Как должна Располагаться Нога При спуске По ступенькам Возможно Если пациенту Не получается Ходьба С опорой На Поручни Также Можно тренировать Ходьбу С использованием Технических Средств Ребилитации Это сложнее С точки зрения Птихомоторного Контроля Но потенциально Такая история Возможна Если допустим Приставной шаг При спуске Подъем Несколько слов Про протезирование Верхней конечности Я думаю Что Здесь мы можем Справедливо Применять Те же самые принципы Которые у нас были Для нижней конечности Но есть Определенная Специфика Важно Учитывать Что если На нижней Конечности Мы на протез Опираемся Конечно Имеет Большое значение Вес протеза То для Верхней Конечности Вес протеза Имеет Принципиальное Значение Как правило Он либо Больше Чем вес Здоровой руки Либо меньше Оба эти Варианта Это вызывает Мышечный Дисбаланс Способствует Развитию Мышечно-тонического Синдрома В мышцах Шеи Лопатки Грудной Клетки И поэтому Каждый раз Когда мы Приступаем К данному Этапу Реабилитации Мы оцениваем Мобильность Лопатки Оцениваем Подвижность В плечевом Суставе И если Есть укорочение Необходимо Выполнять Соответствующий Стречин Для того Чтобы растянуть И лопатку И культю Конечности В зависимости Того Как она Какая она Длинная Нужна Постоянная Нагрузка И тренировка Мышц Верхней Конечности Как с больной Так и со здоровой Стороны И это Нужно Для профилактики Мышечно-тонического Синдрома Пока человек Двигается Пока он Делает Эти упражнения У него Не будет Возникать Нарушений Если он Активно Пользуется Протезом А с протезом Можно вообще Ходить В фитнес То Считайте Что эта задача У вас Выполнена Пациент Обязательно Нуждается В тренингах С силовой Нагрузкой Для верхней Конечности Опять же Если Это ампутация Где лопатка Не задействована То все Необходимые Тренировки Для лопатки Основной Специалист Как правило Это эрготерапевт И эти интервенции Он проводит С пациентом Поскольку Он специалист По руке А вот дальше Когда вы Сделали Банальные вещи То есть Обеспечили Объем движений Обеспечили Мышечную силу Необходимые Правильную Пропрецепцию Правильное Позиционирование Пациента Опять же Равномерно Чтобы не было Перекоса Чтобы лопатка Вверх не уходила Или вниз Соответственно А часто Была дискинезия Лопатки И мы это обсуждали В лекции По плечу Можете ее Посмотреть Она есть На платформе Формомет Вот Так вот Когда мы Вот эти все Вопросы Решили Связанные С Подготовкой К реабилитации После Протезирования Дальше Необходимо Исходить Из целей Задач Пациента То есть Мы Используем Здесь Канадскую Шкалу Выполнения Деятельности Для Выбора Тех Активностей Которые Нужны Пациенту Для Тренировки Использования Протеза То есть Зачем Он будет Этот протез Использовать То есть Он может Использовать Его Например Для того Чтобы Захватить Стакан И пить Он может Использовать Для того Чтобы Готовить Он может Использовать Его Для каких То Профессиональных Или Узко Специализированных Целей Для того Чтобы Ремонтом Дома Заниматься Поэтому Выбирается Вот Пять Базовых Активностей Ради Чего Будет Использоваться Протез И Эти Пять Активностей Базовых Которые Вошли В канадскую Шкалу Используются Как Маркер Эффективности Ребилитации И На них Идет Работа Ребилитационной Команды В основном Эрготерапевта По Восстановлению Этих Навыков Ну Здесь Вот Показаны Так У нас Здесь Правильно Использовать Протез Ну Это Скажем Такой Частный Случай Также С сайта Отобок Вот Чтобы У нас И протез Не травмировался Вот И можно Было Правильно Его Использовать Для Опорной Функции Как Показано В прошлом Видео Обязательно Вот Тут Такой Очень Важный Момент Показан Что Конечно Протезом Мы Можем Зацепить Что-то Да То есть Не Используя Весь Его Функционал Можем Им Каким То Образом Захватить Предмет Опять же Вот Я могу Взять Бутылку Там Например Там И Ее Там Двигая Лопаткой Соответственно Двигая Туловищем Захватить Но при Тем Редом Рука Не Двигается Поэтому Очень Важно В работе Следить За тем Чтобы Использовался Весь Функционал Чтобы Был Полностью Комплексный Паттерн Движения Иначе Для Собственно Задач Которые Вы Решаете Здесь Как раз Вот Это И Описывается Специфика Проведения Реблитации Для Верхной Конечности Завершенность Паттерна И Есть Объединенные Находки Как Выполнять Те или Иные Движения Об Этому Я Рассказывать Свои Лекции Не Буду Это Нужна Лекция Эрготерапевта Вот И Здесь Он Должен Сосредоточен Именно На Они Могут Быть Привязаны К Типу Протеза Который Пациент Приобретает Ну Вот Мы С вами Подходим К концу Время У нас Истекает В качестве Заключения По Программе Реблитации Пациентов С ампутацией При Реблитации Пациента После Ампутации Следует Уделять Внимание Модели Передвижения И Пастурального Контроля Пациенты Нуждаются В обучении Использовании Протезов Если Протезирование Проводится Если же Протезирование Не проводится Надо Научить Пациента Двигаться С техническими Средствами Реблитации Использовать Коляски И Мы Помним Что Протез Дается Для того Чтобы Решать Какие-то Другие Задачи Коляска Дается Чтобы Решать Другие Задачи Поэтому Сложные Активности Связанные С Коммуникацией С Профессиональной Деятельностью С досугом Они Должны Входить В Цели Пациента И Такая Реблитация Будет Более Эффективна Ну и Конечно же Важный Момент Которого Мы Не Касались Но Тем не Менее Об этом Скажу В самом Конце О том Что Медицинская Реблитация После Ампутации Конечности Эффективна Это Есть Кнические Рекомендации Всеследования Которые Доказывают Что Приведение Такой Реабилитации Дает Ощутимый Значимый Результат Коллегия Хотел Вас Пригласить На Наши Курсы У Нас Скоро Стартует Курс 19 Февраля Это Проф Переподготовка По Физической Реблитационной Медицине 1008 Часов Это 7 месяцев Занятия Проводятся 2 недели В месяц Очно 2 недели Дистанционно То есть Надо Будет 7 раз Приехать На Этот Модуль В Санкт-Петербурге Если вы Из другого Города На 2 недели Такой Режим У нас Уже Проверен Уже Сотни Людей Прошли Обучение Это Наиболее Щадящий Режим Для того Чтобы Все Необходимые Навыки Получить Ботулинотерапию Научим Делать Научим Мануальное Тестирование Проводить Суставы Обследовать Лекарства Подбирать То есть Весь Комплекс Навыков Нужных Для работы Врача Физической Авиационной Медицины Контакты На слайде Представлены Если вы Еще не с нами Присоединяйтесь У нас есть Чат Телеграм Это Чат Ребилитологи РФ Там Есть темы По разным Направлениям Присоединяйтесь Можно что-то Спросить Много полезного Найти Будем рады Если вы К нам Присоединитесь Отсканируйте QR-код И пройдите Добавьтесь В наш чат И если У вас есть Пациенты Которые нуждаются В реабилитации Будем рады Их видеть У нас в клинике Называется Эрго-клиника Находится в Санкт-Петербурге На Васильевском острове Также есть Контакты Присылайте К нам На этом Лекционная часть Закончена После небольшого Блока рекламы Я отвечу На вопросы Присылайте вопросы Пожалуйста